Мы начинаем нашу экспозицию с очень редкой картой, она существует только в одном экземпляре. Это карта операции «Барбаросса», составлена германским генеральным штабом. В маргинальной литературе и в интернете существуют эти версии еще с литерской пропагандой, что это был привитивный удар, полиэнтерная война. Но если вы на этом посмотрите, это карта нападения «Я». Здесь никаких сомнений нет. Вот вам убедительное свидетельство эпохи. И какой тут привитивный удар, это все расчерчено германским генеральным штабом вглубь, и даже не волнует, что тут будет делать Красная Армия. Это, пожалуй, самый интересный и наглядный экспонат выставки «Карты Победы», представленной в Совете Федерации. Карта германского командования о развертывании сил и средств перед началом операции «Барбаросса». Дата – 21 июня. Всего за сутки до начала Великой Отечественной. Именно эта карта висела в кабинете Гитлера, как мы предполагаем, 21 июня 1941 года. И он на нее смотрел, когда готовился к этой его, как ему казалось, самой удачной кампании, которая сокрушительно закончилась сокрушительным поражением в 1945 году. Стенды с 13-ю оцифрованными картами разместили в главном фойе на первом этаже. Пять трофейных немецких, остальные из генштаба. На них вся история войны с первого дня до победного мая 1945-го. Карты – краеугольный элемент военной стратегии. Без них ведение боевых действий невозможно. Во время войны их составляли ежедневно сотни специалистов. Каждая из этих карт есть документальное свидетельство полководческого гения, высочайшего оперативного и стратегического уровня политического руководства нашей страны, ее генералитета. Российское историческое общество и его руководство, как и все мы, все цело убеждены, что обществу необходима достоверная научная история Второй мировой войны. Нам нужна истина, а не вымыслы. По трофейным картам хорошо видно, с каким серьезным и хорошо подготовленным противником пришлось столкнуться с советским вооруженным силам. Представленные образцы наглядно иллюстрируют ключевые сражения и боевые действия на Советско-Германском фронте с лета 1941 до мая 1945 года. Это живое свидетельство того, с кем мы имели дело, с каким жестоким, мощным врагом, которого мы, тем не менее, сумели победить. Ведь одна из карт гитлеровских, это карта, которая составлялась практически уже накануне поражения полного девцами. То есть речь идет о том, что вермахт работал на отпор мощнейшего наступления советских войск. Генштаб работал и те, кто занимается, собственно, планируемой операцией практически до последнего дня. Карта контрнаступления под Москвой, положение войск 6-й армии Паулюса под Сталинградом, план немецкого командования на проведение операции «Цитадель» в июле 43-го или наступление войск 3-го Белорусского фронта в рамках крупнейшей в истории операции «Багратион». Во всех этих оперативных документах видна стратегическая мысль как высшего советского, так и германского командования. Копии подлинных документов выполнены в том размере, в котором, собственно, и были сделаны изначально эти карты. И вот за этими стрелочками на картах судьбы людей, миллионов людей, солдаты, офицеров, Красной армии победителей и гитлеровских армий, агрессоры, побежденные. Эти карты лучше всего опровергают мифы. Освобождение Праги тоже такой миф, сказка, вредная сказка, что власовцы освобождали Прагу, ничего подобного. Ну и так далее. Множество мифов разоблачается документами, в том числе картами. Уникальные образцы этих военных карт из архива Народного комиссариата обороны и Генерального штаба Красной армии хранятся в настоящее время в Центральном архиве Министерства обороны. Большинство карт публики показывают впервые. Мы столкнулись с той машиной, которой ни одна армия, другая, кроме Красной армии, не могла просто-напросто противостоять. И мы сегодня должны вспоминать, в связи с этим планом Барбаросса, которому исполняется скоро 80 лет, то, что немцы сотворили на нашей земле. Это был тотальный геноцид советского народа. И памятник, который председателям российского военно-исторического общества, российского исторического общества, Мединский и Нарышкин, они договорились, что будет поставлено. И было обращение к президенту в следующем году. Он как никогда сегодня необходим нашему народу, нашему населению. Выставку «Карты Победы» приурочили ко Дню Героев Отечества. Служба информации Фонда Истории Отечества. КОНЕЦ ФИЛЬМА